Как будто в осеннем лесу. Бездность тут такая горная, как я ожидал. Сейчас, кстати, планирую немного свернуть с дороги и отдохнуть, чтобы привал устроить. Если будет какое-нибудь подходящее место, желательно с красивым видом, уединённое, чтобы машины не мелькали. Таким местом полно будет, я думаю, сейчас не проблема. Как будто в России едешь, так приятно. Ну всё, видимо, вот это вот сейчас совсем такой горный участок моего путешествия остался. Потому что Файон сам в горах находится и в основном от 6-6-5 будет прилегать через горы. Надо сказать, что больше, не то что даже больше половины пути я проделал, мне, наверное, уже три четверти, где-то уже не больше. Но я не скажу, что осталась самая интересная часть. Но в горах мне очень нравится ездить. Я уж не говорю о том, какой здесь воздух. Жалко водку сюда передавать. Потому что свежесть ощущается. И лесной запах такой. Не то, что в районе Бангкока. Чем дальше отъезжаешь от Бангкока, чувствуется, как воздух очищается. Люди становятся более простыми. Все так меняется, меняется постепенно. Когда путешествуешь, эти нюансы улавливаешь. Такие где люди живут. Ну, я не скажу, что там по-какие люди живут, конечно. Просто как по-другому ощущается атмосфера. Вот такая дорога. Вот такая дорога. Можно прилечь отдохнуть, кстати, вот. Повыпендриваться. Ну, короче, как обычно, включая что-то интересное. О, кстати, вот водопад. Интересно он далеко или нет. Потому что свернешь, и там еще километров 10 надо. Конечно, вот того и не стоит. Если он прямо вот совсем здесь, то одно. Так, ну вон там, кстати, этот, пропускной пункт. Не буду я уж тут с камерой мимо него проезжать. Хотя, почему нет? Просто камеру не буду выключать, и все. Проедусь. Водка. Ну, никого нет на пропускной пункте. Я думаю, таких вот всяких поблок мостов тут сейчас будет нормально, прилично. Местность приграничная, приближается. Ну, короче, да. Если что-то интересное... Местность в квартире... Продолжение следует...